включаю запись поехали занятия номер один курса коммуникации есть печаль меня зовут антон бурков я руководитель есть печаль навигатора и сегодня на первом занятии мы говорим об ошибках заявителей при жизни жалобы в кабинетах есть печаль в отличие от предыдущих занятий других курсов здесь мы будем больше говорить про саму само скитание жалобы в кабинетах есть печаль и периодически будем вспоминать о том какие могут совершаться ошибки на данной стадии ребят напишите как меня слышно все присоединились мы уже пойдем дальше по по плану напишите плюсики что слышно отлично дмитрий слышит и так этот курс стоит из тоже семи занятий первое сегодняшняя жизнь жалобы есть пуче второе мы говорим о том что происходит жалобы от момента подачи до коммуникации третье как общаться с есть пуче с помощью системы и комс тоже там есть некоторые моменты которые могут привести к ошибкам хотя все умеют на вроде бы общаться с помощью средств электронной коммуникации так четвертое рассмотрение жалоб есть пуче как как именно происходит рассмотрение пятое занятие мы посвятим вопросам заключения мирового соглашения шестое как готовится меморандум от имени заявителя и седьмое говорим про исполнение постановления как выплаты производится как пересматриваются постановление как применяется общие меры подробнее о курсе можно найти их программу на этом сайте ссылку который я только что вам прислал ну хорошо поехали вот он такой путь есть паче жалоба может уткнуться в тупик да и не пройти дальше вообще жизнь в жалобе жалобы есть причине ножка такая рулетка отчасти я просто вот два примера приведу где абсолютно одинаково дело но исход у них оказался разный и не киев против россии севалдаев против россии это два абсолютно идентичных дела один в один два журналисты их не пустили в судебное заседание в районный суд одного в районный другой в мозг горсуд то есть вот только в этом разница ну и то что журналисты были из разных сми и разные журналисты и вот жалобы и никеева признали неприемлемой а жалобу всевалдаева коммуницировали примерно все в одно и то же время произошло захаркин против россии и хорошенко против россии захаркин против россии это дело которое вела моя коллега о праве на длительное свидание для жен заключенных на пожизненный срок с их супругами ну или да и хорошенко против россии то же самое только разные заключенные так вот дело захаркина против россии из пч признал неприемлемым а дело хорошенко было хотел юрист из пч написать заключение точнее уже было написано заключение о том что дело должно быть признано неприемлемым но потом попало это дело другому юристу есть пч который записал написал позитивное заключение дело не просто было рассмотрено было рассмотрим большой палате и вот просто знают какой юрист работал по делу хорошенко я понимаю что очень много зависело именно от юриста который рассмотрел это дело многие конечно могут отрицать что вот есть такое влияние но все чаще и чаще встречаешься с таким но это не повод в пенять все на юристов европейского суда нужно самостоятельно качественно готовить жалобы и так опять наша статистика 60 процентов без представления идут в европейский суд без представительством без юрии без адвокатов и 15 процентов заявителей превышает объем жалобы не подписывают жалобу еще на наставить ну и совершать все те ошибки которые мы говорили которых мы говорили сегодня на первом занятии и не проходит фильтр первый фильтр европейского суда по правам человека вот тот самый первый кабинет куда не может просочиться жалоба которая подготовлена с нарушением правила в 47 регламента европейского суда вот все вот эти моменты которые нужно использовать из учитывать при подготовке жалобы ну и 80 процентов да не собретает критерий приемлемости доходит до судей всего пять процентов ребят среди яблочко из пяти процентов всей поверхности мишени и вы вы должны туда попасть без специальных знаний вы этого не сделаете или будет очень маленький шанс этого сделать и так вот официальный путь жалобы в кабинетах есть пуче который опубликован на сайте европейского суда ну имеется ввиду индивидуальные жалобы есть еще межгосударственные которых мы здесь не говорим жалобы попадают судей единолично либо в комитет из трех судей либо в палату из семи судей ну и дальше уже там принимаются решения но европейский суд не все не полную схему выложил в на свой сайт еще вот такой кусок который нужно сейчас я аннотация сделаю вот не будем с этим наморачиваться вот между поступлением европейский индивидуальные жалобы и попаданием судей единолично либо в комитет либо палаты происходит очень многое что вот что происходит сначала новые жалобы распределяются между юристами младшими юристами над которыми надзирает наблюдает контролирует несудебный докладчик или векл координатор несудебный докладчик он назначается председателем европейского суда это очень опытный юрист и уже после вот это вот фильтрационная секция вот их там шесть юристов до в одной секции и после этого жалоба распределяется уже либо по правилу сорок седьмом уйдет то есть неправильно подготовлено формуляр жалобы да вот эти 13 ошибок вы совершили одну из трех из из 13 вам придет письмо либо это дело уходит в палату будет рассматриваться как стандартное дело либо это векл дело пойдет в комитет из трех судей ну либо в худшем случае попадет к судье единолично и судья единолично примет решение что жалобы неприемлемы вот как много не сказано на сайте европейского суда первый этап поступления то вот эта фильтрационная секция который так же сказал до 31 декабря 13 года такой секции вообще не было ну то есть такой стадии такой стадии рассмотрения жалобы на предмет соблюдения всех требований правил сорок семь регламента всех этих запятых за по правил заполняемости формуляра жалобы но с 1 января 14 года появился новый формуляр жалобы в pdf формате который мы подробно будем говорить вот на втором занятии курсов и свеча безошибочно разница между тем что было до 14 года и после шестимесячный срок можно было прервать обычным письмом ну просто берете лист а4 пишите очень кратко то 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 факты такие то собираюсь подать жалобу все этим прервался срок сегодня как какое-то предварительное письмо в европейской судне приостанавливает течение шестимесячного срока нужно срок истекает то есть приостанавливается только если вы подали жалобу полностью правильно в соответствии с 47 правилам регламента отсюда и вот такой момент что если вы какую-то ошибку совершили вы можете исправить ее но только в течение шести месяцев если еще остался срок вот это самое главное отличие реформы отличие которое принесла реформа 14 года да но вот это первый этап именно поступление жалоба да что она должна поступить полный комплект со всеми документами и тогда вот европейский фильтрационная секция фильтраш его называют еще соблюдают проверяют соблюдение формальных требований если такая первичная проверка ну а фильтрационные секции созданы не при всех секциях точнее не не они созданы только по тем странам где больше всего количество жалоб украина румыния турция италия франция россии вот еще какие там ко мне всем команд было год назад или 26 человек в команде и я уже говорил да внесудебный докладчик его возглавляет вот это говорит опять же о контроле качества ну и проверяет они на соответствии 47 правила регламента и четыре пути либо вам письмо о том что не соблюден регламент ошибка есть либо нота заключения судей единолично о том что жалоба нет да хоть и составлено правильно соответствии с регламентом но есть вопросы приемлемости либо в палату либо в комитет ну очень редко сразу большую палату вот пример пример такого письма по 47 статье обещал на прошлом занятии вот есть такой адвокат смирнова ваю которая взяла 30000 рублей у заявителя и якобы заполнила формуляр за эти деньги результате европейский суд прислал сообщение о том что последняя страница не подписана заявителем или представителем помните говорю что очень часто такая ошибка и даже не от заявителя на исходит из от адвокатов более того еще и не все данные заявителей были заполнены адвокат вот такое письмо вам может прийти если вы не соблюдете правило 47 регламента напомню что вы можете исправить это если у вас осталось время если время не больше не осталось имеется ввиду 6 месяцев то то больше ничего не исправить ну я уже про это говорил да если нарушена правило 47 что у нас все капец жалобе или все что-то можно еще сделать и что можно сделать таких случаях еще раз просто напомню что можно кое-что сделать если вы подали жалобы заблаговременно до из течения 6 месячного срока поэтому настоятельно вам рекомендую делать подавать жалобы пораньше подавать жалобы пораньше ну еще раз давать пробежимся повторим чем отличаются неприемлемые жалобы от неправильно поданных так александр а можно заявить компенсацию от такого адвоката ну я думаю что можно просто почему-то никто не делает этого что явно здесь ну скорее всего эти 30 тысяч так сунули в конверте без оформления никого не договора как-то докажешь этом что можно но вот в этой ситуации адвокат смирнов сказал но я же выполнила свою работу вот даже номер жалобе присвоили пытались исправить ошибку уже другие так итак об отличиях да еще раз повторим неправильно поданы регла нарушается просто формуляр жалобы и не приложены какие-то документы на в общем то все те ошибки ошибки которые в первом занятии сегодня были и вы это все можете исправлять в течение 6 месяцев срочного срока и это 15 процентов всех жалоб заявителей с этим сталкивается но они приемлемые это уже решение принимает судья вот ведь я все время говорю что вашу жалобу вообще вот 15 15 процентах случаев жалоба вообще никак и никогда не доходит до судей вообще все остальные там сколько пять процентов жалобы да но 80 процентов жалоб они рассматриваются судей единолично да и дело то есть подписывает решение судья единолично не значит что он смотрел вообще вашей жалобу он скорее всего смотрел пересказ краткое содержание ваших фактов сделанное юристами европейского государства в редких случаях когда судья сомневается что жалоба неприемлемая если он так получилось знает русский язык он может попросить ну или украинский может попросить формуляр ой да вашу 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 жалобу и посмотреть какие основные моменты нужно использовать как изложить факты формулярия жалобы можете попользоваться этой статьей и посмотреть какие основные моменты нужно использовать так петра уголовное производство в отношении клиента закрыта но на сегодня рассматриваю иск к этому делу взорвать изъятого автомобиля во время следствия и готовлю еще иск о возмещении убытков пропущен ли срок на жалобу но ведь смотрите пропущен ли срок в жалобе для подачи жалобы все зависит от того на что вы жалуетесь вот на что вы будете нарушение права собственности изъятый автомобиль соответственно нужно сначала подать иски о взыскании стоимость этого автомобиля или возврата это автомобиля в натуре да вот и после уже прохождение этих инстанций начинает течь шестимесячный срок но не как если вы жалуетесь на справедливость судебного разбирательства по во время вот этого уголовного производства то тогда уже сроки начинает течь какой момент когда когда окончательно по смыслу европейского суда когда была последняя эффективная инстанция рассматривала это дело так но это немножко не по теме вебинара извините что я немножко отошел от линии по итогам жалобы так у нас тут но мне говорил уже по итогам анализа жалобы именно соответствии с соблюдениями критериев приемлемости судей едино лично в палату либо большой палате либо в комитет ну и все это решается по заключению юриста а вот это как раз по поводу вашего вопроса у нас есть статья я вам сейчас ссылочку кидаю посмотреть а это я так понимаю что вы из украины но вот эта статья написана по применительно к россии ну принцип это одни и те же можно ли оспорить решение судьи а вдруг судья ошибся так дмитрий я очень удивлен что все жалобы россии рассматривают всего 26 плюс один юристов но почему чем тут удивляться так вот скрин шот сопроводительного письма к решению о неприемлемости европейский суд по правам человека заседая в составе единоличного судьи объявил вашу жалобу неприемлемой это решение является окончательным и не может быть обжаловано ну в общем то это так и есть так есть но бывает так что судьи европейского суда ошибается ошибается по-разному ну я придерживаюсь таком точке зрения что чаще всего ошибки все-таки в нас и мы сейчас посмотрим мы можем думать что ошибается из печи потому что сами не знаем правил есть еще такой вариант когда из печи возможно и ошибся но ошибка все равно наших действия например я спича признал жалобы неприемлемой но неправильно указал мотивировку то есть говорит что был несоблюден вот такой-то критерий а на самом деле там другой но связано это может быть там с опечаткой но по сути то ничего не меняется жалоба все равно неприемлемо ну и мы не знаем как исправлять ошибки европейского суда и как тем более свои ошибки но про исправление сегодня ошибок своих мы сегодня говорим еще целый день уже вот сколько бежим марафон столько говорим давайте про ошибки из печи немножко бывает такое что из печи уничтожает дело по ошибке все жалобы которые направляются в есть печи с течение года с момента признания жалобы неприемлемой признаются уничтожаются уничтожаются вот иногда уничтожает не то дело но паш потом сами как правило осознают и исправляют свою ошибку просят заявителя прислать копию жалобы чтобы ее восстановить и все хорошо вот по моему клиенту капустину однажды уничтожили его и дело потом восстановили попросили копию прислать мы все прислали вот кстати еще один момент почему вам важно иметь полную копию жалобы европейский суд чтобы вам потом все это не восстанавливать иногда восстановить невозможно потому что много времени прошло когда у вас день быть в облаке на жестком диске лежит файл со всеми материалами жалобы со всеми приложениями вы это все сделаете так один раз кликнули и все распечаталась и восстановили дело бывает такое что европейский суд не обнаруживает подпись в жалобе был такой случай адвокат известный прямо пришел в европейский суд и показал им что подпись и показал им что подпись вот есть на ксерокопии вот еще один момент почему вы должны сохранять фотокопии жалобы вот сканируйте я сканируйте вот тот случай когда европейский суд говорит вот и нарушение в 6 точнее манифест миф то что такое миф но это просто шуточная аббревиация российских юристов что значит манифесты и у фаундит явно неприятно необоснованная жалоба вот одни заявители получили представители зрители получили такое вот решение судей единоличным где написано было явно необоснованно вообще многие обижаются на эту фразу что она звучит так что явно необоснованно что же вы еще жалуетесь но это просто прямой дословный перевод манифесты ил фаундит вот не стоит обижаться сильно так вот одни представители получили такой ответ они при этом понимали что жалоба не отправляет и там есть проблема есть проблема с соблюдением 6 месячного срока ну объективно но решили все равно подать и вдруг получает решение судей на личное но не связи с нарушением 6 месячного срока а в связи с тем что явно необоснованное но обратились секретариат и им сказали ну да да мы тут не правы здесь не миф а 6 месяцев ну и что все равно жалобы неприемлемо вот дело было одно дело где ссылается европейский суд на дело кашлан против россии но кашлан касается вот исчерпания и 6 месячного срока но при этом суд пишет сославшись на дело кашлан дальше после запятой пишет при этом что сообщенные факты не свидетельствуют о каких-либо признаках нарушения прав и свобод перечисленных конвенции на дело кашлан как раз не про это она про просто исчерпание вот явно что где-то ошибка но дело суде делает мир не меняет какая самая страшная я не понял такой же ответ у меня я не понял комментарии извините поясните если можно какая самая страшная ошибка заявителей какая самая так заявители не анализирует ответы европейского суда здесь надо поставить знак больше у заявителя может быть всего одна жалоба адвокаты не читать не учиться на своих ошибках да они не анализирует ответы есть пч соответственно не пытается разобраться в ошибках своих или европейского суда бывают случаи когда даже не читают единоличное решение судьи даже не знают где она находится ну и соответственно если еще раз обращается снова наступать на те же самые грабли и выводится это все в злоупотребление права на обращение европейский суд решение суде единолично а неприемлемости нужно внимательно читать во первых до какого там восемнадцатого года таких решений мотивировочных мотивированных вообще не было то есть приходил ответ решение судей единолично они там с 14 появились у нас единоличные судей и они кратко писали о том что жалоба неприемлема потому что вот не соблюдены критерии приемлемости статьи 34 35 все и никакой конкретики и очень долго представители заявителей возмущались из просили европейский суд наконец-то начинать давать мотивировку и вот я уж не помню семнадцатый восемнадцатый год суд все-таки начало делать но это шаблонными таким вариантом но все-таки начали указывать в чем проблема поэтому нужно этим пользоваться нужно читать эти решения нужно учиться понимать в чем проблема вот приходит письмо из европейского суда вот это сопроводитель до ночи на русском языке и там написано что единолично судья лишь признал жалобу неприемлемой она является окончательно ребят помните все что приходит европейского суда на русском языке это лишь сопроводительное письмо все решения судебные решения приходят вам только на английском или французском языке соответственно то что вот вы видите на русском языке это не процессуальный документ лишь просто сопроводительное письмо которое вам чего-то разъясняет соответственно когда вы читаете текст это не решение суда решение где-то там должно быть еще приложено вот многие получают это письмо и все и вот расстроены и жалобы неприемлемы они даже не почитали еще решение европейского суда а многие даже не знают где она она на обороте нет нет чистого листочка бумаги туда 4 на одной стороне сопроводительное письмо в этом сопроводительном письме написано что в приложении направляем решение принятое судом все думают что приложение должен быть отдельный документ ищут ищут его его нет а надо то что перевернуть листочек и на другой стороне будет это решение но уже на английском или на французском языке поэтому по переворачивайте листочки там все будет написано вот с такой эмблемой с подписью судей многие сталкиваются с тем с проблемой что вот смотрите на французском языке написано я не читаю по-французски начитая по-английски но все это очень просто перевести сейчас со всеми яндекс и гуглами deep l кстати вот новый инструмент deep d-e-e-e-l-p d-e-e-p-l deep l это значит deep legal точка ком классный переводчик именно с юридического английского на русский наоборот ну там разные языки вот специализированные там очень хорошо подбирается слова слова просто сканируйте либо сканируйте либо просто сфотографируйте вставьте в google яндекс и он там все это распознает и переведет вам на русский язык и вы узнаете в чем причина если все таки европейский суд ошибся но во первых прежде чем переходить к этому заключению нужно провести серьезный анализ своих ошибок потенциальных посоветоваться с коллегами а по возможности вообще посоветоваться с юристом европейского суда так скажем в отставке до который уже не работает там и проверить свою версию вот и только в этом случае возможно вы вам захочется написать письмо но раньше времени это делать нельзя на основании постановления по делу с торг против германии это и единственный неизвестный прецедент когда европейский суд признал за собой ошибку и восстановил дело в списке начал рассматривать один раз мы попробовали такое письмо написать пока еще ответа не получили кстати в материалах тренинга коммуникации из печи вот этого есть пример вот такого письма которое мы направляли европейский суд можно в качестве в качестве примера использовать будет третий этап рассмотрение дело по существу но после что это рассматривать дело единолично судья имеется ввиду по существу как но это не так принято там в российском праве по существу вот он вообще-то европейский судья единолично принимает решение о неприемлемости жалобы то есть принципе они рассматривают по существу но некоторые пункты неприемлемости некоторые критерии приемлемости они именно о существе жалобы если вы подаете жалобу которая жалуетесь на какое-то право которое не защищено европейской конвенции ну вообще-то европейский суд говорит вам по существу мы этим не занимаемся если вы жалуетесь на ту статью которая защищается европейской конвенции но не обосновываете достаточно тогда европейский суд вам быть явно необоснованно тоже будет по существу рассмотрел дальше комитет из трех судей рассматривать дела состоявшейся практикой но это такие дела типа там длительность содержания по страже раньше это было условия заключения вот по разным протестом там одиночные пикеты тоже еще уже комитета рассматривать но я про российские дела имею ввиду если тоже те дела по которым ну много уже есть постановлений уже в принципе понятно клоновая такая проблема который не исправляется властями и вот пачками жалобы идут повторяются тогда комитет их составе трех судей все это разгребает краткие решения пишет ну чаще часто все чаще и чаще такие дела заканчиваются либо мировым соглашением либо декларации властей о признании нарушения выплате какой-то суммы ну или просто выплате суммы ну вас палаты суда из семи судей и большая палата из семнадцати судей и большая палата редкое исключение когда дело туда попадает когда вопрос касается ну самой прецедентной практики возможности изменения прецедентной практики европейского суда вот как проверить на какой стадии находится дело есть такой инструмент вот он европейского суда сюда вставляете номер жалобы и ищите проблема этого инструмента состоит в том что если вы только что отправили вашу жалобу европейский суд и не знаете что там с ней происходит у вас еще нет номера соответственно по номеру вы не сможете на тебя что у вас нет номера вот создавил европейский такой механизм который хромой немножко ну вот вставляете сюда если у вас номер есть нажимаете submit и вот появляется такая табличка с какими-то основными моментами по жалобе что там чего происходит ну в общем то не очень-то помогает эта информация кроме кроме только того что она вас успокаивает что дело дошло возможно вам не пришло письмо из европейского суда о том что суд начал приступит к рассмотрению дела когда это предоставляется возможным это значит фильтр прошел первый жалоба прошла такой вот ограниченное значение имеет вот это вот но мы тут поработали немножко не собрали весь весь комплект инструментов их там четыре помню читалось по которым с помощью которых можно узнавать что с вашей жалобой европейском суде посмотрите вы можете пользоваться можете делиться с кем-то кто не знает что с его жалобой ну если хотите сейчас откроем продемонстрируем быстренько вот поиск жалобы по номеру по фамилии по другим данным и классическим способом в интернете с помощью почты ну вот по фамилии самое удобное это либо в базе данных худок но это должно пройти много времени чтобы там появилась какая-то информация либо поиск на сайте fbk вот здесь ссылочку можно получить так 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 дима тут потерялся так дальше все порядки лет мы уже скоро будем заканчивать скоро скоро в чем разница между комитетом из трех суток и суд комитетов из трех судей и палаты ну кроме того что палата разбирает нестандартные ничего не устоявшиеся дела а комитет устоявшиеся но еще такой вот бы из опыта работы сравнение вот дело лошманкин против россии рассмотрено палаты ты 2017 году но при этом дело александр захаркин против россии и капустин против россии они друг за другом были рассмотрены после дела лошманкина они уже были рассмотрены комитетом дела все одинаковые по одиночным пикетам но просто лошманкин там и другие по моему там их много европейский там рассмотрел много много жалоб по одиночным пикетом а потом уже такие же дела даже те которые уже давно лежали в европейском суде они передали в комитет сказали разбирайтесь там упрощенном порядке то есть вопрос только в том когда эта жалоба поступила в европейский суд когда-то и дело калашников против россии дело по содержанию в сизо длительное по условиям содержания было рассмотрено палаты да еще и слушание было да потому что 2002 году это второе дело против россии было первое было бурдов второе калашников вот а все остальные уже дела пошли какие-то палаты еще были рассмотрены потом уже пошли бэкловские дела и вот сейчас по условиям содержания вообще якобы создали национальное средство защиты и европейский суд принимает жалобу только уже после того как прошли национальные средства защиты там специальные иска получения компенсации а калисандр с овчаренко а если жалоба весь печи подано на на решение двух статей а суд установил нарушение по одной а по второй признал неприемлемой то как это влияет на исход рассмотрения жалобы ну вот мы как раз на этом курсе то подробно все это рассматриваем там европейский суд просто во время коммуникации жалобы он задает вопрос властям по одной статье а по 2 просто молчит это уже вам знак чтобы второй статье не было коммуникации а потом уже кратко в решении в постановлении по одной статье где пишет нам было нарушение а по второй статье он просто очень кратко пишет что это жалобы неприемлемо по такому-то критерию это все вот это как раз пример того что европейский суд одновременно рассматривает вопросы приемлемости и существа если ваша жалоба начала рассматриваться то есть по ней началась коммуникация и власти пишут отзыв и вы пишете отзыв это вообще даже не значит что ваша жалоба приемлемо вот сейчас только что в чате дискуссии идет есть случаи когда большая палата после уже обычная палата признает жалобы неприемлемой очень-очень много лет вот разница между палатой 7 судей большой палаты 17 судей вот тоже дело захаркин против россии и хорошенко я начинал с этих дел до я рассказываю захаркина вообще признали неприемлемого хорошенко было рассмотрено дело в большой палате но это не совсем на 1 корректный пример пример я привел вот второй самый очевидный диксоны против соединенного королевства это первое дело которое касалось вопроса права на искусственное зачатие между заключенным и его супругой пожизненно заключенным дело сначала было рассмотрим в обычной палате голоса распределились 4 на 7 заявители проиграли дело а потом в большой палате дело было пересмотрено с перевесом там пару голосов заявители выиграли тело но вот уже дело королеву против россии она хоть и первое в россии дело о праве на искусственном зачатии от заключенного на пожизненный срок ну и вообще заключенную но рассматривается она в обычной палате потому что уже диксоны вы уже большая палата рассмотрела подобное дело и туда уже дело королевых не пойдет скорее всего вот вот в чем бы такая разница да ну стадии не выкл дел значит стадии рассмотрения жалобы по делам выкловским и по делам палатным она различна я сейчас на примере просто палатных расскажу ну подается жалоба рассмотрение жалобы фильтрационной секции на соответствие правило это и выкл и палатные дела иногда есть причем может запросить дополнительную информацию иногда бывает такое зависимость того как что вы ответите может быть решение суде единолично последовать а может быть дело передадут на рассмотрение и начнется коммуникация дальше начинается стадии коммуникации жалобы вообще она эта стадия есть и у дел векл и у палатных дел но в классе дело это усеченная коммуникация у палатных дел коммуникация проходит следующим образом европейский суд сообщает властям о том что есть такая жалоба и предлагает сторонам заключить мировое соглашение обговорить дает 12 недель на это после этого если стороны не пришли к мировому соглашению то начинается обмен меморандумами властям дают 12 недель заявителю 6 недель вот кстати почему такая вот разница я не знаю ну властям побольше дают два раза имейте ввиду чтобы потом не торопиться по векловским делам жалобы хоть и коммуницирует но от власти не ждут никакого меморандума власти конечно могут ответить меморандумом но если не ответят ничего страшного дело дальше пойдет рассматриваться а уже от заявителя точно не ждут ничего и даже если он захочет ему нельзя написать меморандум там все уже понятно это векловское дело европейский знает уже как его решать какую компенсацию присуждать единственный вопрос в том по компенсации судебных расходов то есть ее можно заявить только на стадии коммуникации а ее нет то есть нет в меморандуме нет меморандума в котором можно прописать эту сумму ну вот тоже на этом на занять в курсе мы объясняем эту ситуацию что нужно делать предлагаем документы ну дальше рассматривается дело палаты из семи судей и принимается либо решение либо постановление решение это всегда по неприемлемости по некоторым делам по самым первым что ли принимается решение неприемлемости если вот именно по этому вопросу это первый случай что показательный что будет его четко показать следующим заявителям выносится решение подробное но в основном это постановление по существу где одновременно решается вопрос о неприемлемости это если по одной статье приемлемо по другой нет судебное заседание только большой палате сейчас проводится в палате не проводится ну и в принципе зачем вот ну пересмотр дела возможно большой палате но там нужно будет вам показать что это того стоит то есть есть основание для пересмотра и это опять же не какое-то несогласие с чем-то это просто вот раздвоение мнений судей или практика европейского суда есть и такая и другая вот поэтому нужно вмешаться большой палате на общем ну и исполнение постановления последняя стадия так дмитрий векл дела это клоновые дела до векл но дословно это well established кейс дела с хорошо по хорошо устоявшейся практике из хорошо устоявшейся практике как уж там в общем то проще всего сказать да правильно дмитрий клоновые дела ну вот я уже говорил 12 12 6 принципе очень во много времени дается на коммуникацию на подготовку вашего меморандума мировое скорее всего не состоится поэтому пишите сразу же меморандум коммуникация главные ошибки первое не знакомиться с сопроводительным письмом то есть когда европейский суд сообщает властям о том что есть ваша жалоба он присылает сопроводительное письмо это не просто письмо там чтобы закрыть как cover letter называется даже закрыть другой листочек там все подробно описывается какие шаги что зачем читайте это ваша инструкция поступите не так как там написано совершите ошибку другое невнимательно читать сопроводительные письма ну ладно не знакомиться невнимательно читает одно и то же можно сказать делает то что есть почему не просит соответственно труд уходит в уровне но это не не какой-то там серьезная ошибка но вы просто поработаете зря например напишите мем по веклу пишите меморандум а его от вас не ждут его просто выбросит уничтожит поэтому труд ваш уйдет него никуда ну и самая серьезная ошибка не делает то что есть почему просит сделать в том числе не отвечает на вопросы есть в каждой коммуникации по палатным делам европейский суд ставит вопросы например а было ли нарушение статьи 6 европейской конвенции и некоторые заявили и юристы смотрят на этот вопрос и берет но чушь я на него буду отвечать я же жалобы написал там как раз я все это обосновывал и нет сейчас другая стадия меморандум пишется на английском или на французском языке именно этот документ читает вообще-то судей европейского суда будьте добры написать почему вы считаете что было нарушение европейской конвенции какой-то статьи это не будет повторением а если не ответите то скорее всего просто не рассмотрит эту жалобу в этой части ну и не заявлять требования о компенсации помните на предыдущем занятии мы говорили когда нужно заявлять требования о компенсации ну а после уже идет вот судья единолично решение неприемлемости и все тут полная остановка комитет из трех судей тоже может принимать решение о неприемлемости но вот здесь тоже кстати стрелочь не очень-то полная схема на ты самому дополнить потому что от судей единолично иногда если он не согласен с мнением вот этого фильтрационного юриста дело может перейти в комитет не согласен в комитет если единолично принимает решение о неприемлемости то тогда вот а может и рассмотреть по существу то есть вот здесь вот переход должен быть либо может вообще в палату отправить они в комитет тоже стрелочку ну и палаты 7 суде тоже решение они при а приемлемости неприемлемости ну и потом возможно передачи дела большую палату иногда вот видите такой пунктиром уступка юридицы иногда палата может передать свою юридикцию в большую палату вот по делу хорошенько так произошло длительных свиданиях просто палата решила что это дело достаточно серьезное и передала ее в большую палату но проблема сегодня существует в том что если какая-то из сторон не согласится то пожалуй не перейдет большую палату так произошло вот по одному из нашему дел с утяжью против россии где палата хотела передать в большую палату но россия не согласилась и так дело большую палату не попала но это исправиться с 16 протоколом дмитрий а кому обратиться за переводом на английский язык ну какие-то основные письма вы сами можете переводить с помощью этих документов чтобы понять вам смысл да уже на стадии коммуникации вот вы готовите меморандум во первых первый вариант европейский суд вам позволяет на русском языке отправить но потом четыре недели вам нужно все это перевести в в любое агентство ну можно порекомендовать как он переводчика знающего лексик лексику вот словарь европейского суда но все-таки не советую использовать вот эти все автоматические переводчики потому что но они могут какие-то ошибки там допустить нужно чтобы у вас знающий английский язык человек проверил вот на сегодня у меня все еще раз напомню про наши вебинары по средам следующую среду нас марина хатунцева первый раз будет такой вебинар пусть и говорят что уже по и марина по 6 статье говорила но это совсем другая тема сегодня мы будем говорить о том какие ошибки заявители допускают когда жалуются по статье 6 там специфические ошибки ждем вам вас 17 напоминаю что мы начинаем набор на коучинге через неделю пойдут вторые занятия по курсу в ес печи безошибочно компенсации в ес печи и коммуникации в ес печи еще раз напомню про программу если на следующем занятии по этому курсу коммуникации мы говорим о том что какие ваши действия должны быть с момента подачи жалобы до ее коммуникации то есть вот кстати тоже почему-то про этот период забывают думаю что написали жалобы и там сразу же и начали рассматривать нет там есть некоторые моменты как общаться с ес печи через систему и комс когда была коммуникация когда системы комс вообще не работает четвертое мы разбираем подробно стадии рассмотрения жалобы из печи про мировое говорим целое занятие и шестое готовим меморандум показываем как его готовить привозим примеры тоже формуляра нет поэтому предлагаем какую-то свою разработанную уже проверенную форму но седьмое исполняем постановление из печи там будет очень много литературы дополнительной вот так последовательно мы все это и показываем виктор первая жалоба и вес печи прошел секретариат но судья один лично признал жалобу неприемлемы так как не прошел все способы защиты права в россии прошло два года и досье уничтожили нужно ли ссылаться на это дело в новой жалобе да нет скорее всего раз уже она нет зачем они спрашивают номер жалобы чтобы эти жалобы возможно объединить даже если они жалобы разные ну и просто связывают там один адрес 1 электронная 1 электронная почта если у вас адрес меняется почтовый то чтобы в обоих жалобах поменяли эту жалобу вот так что сообщайте если есть смысл это и так вот так вот мы последовательно проходим по всем стадиям рассмотрения дел в есть печи показываем вам документы формуляры примеры и вы способны способны по этим шаблонам подготовить свои документы группа у нас 20 человек не больше но по этому курсу на работе даже поменьше потому что курс совершенно свежий новый 7 занятий всего это включая вот это пишите пожалуйста мне ваше желание участвовать в любом из курсов жду ваши письма на email людмила антон еще раз огромное спасибо за организован марафон по трем после этого курса вы точно будете знать что делать на стадиях коммуникации точно а это есть результат так но про себя я уже не буду больше говорить уже все знаете про все дела выигранные т.т.т. будем вот так с вами работать семь недель шесть уже осталось по часу по два занятия на вопросы отвечать ну и все материалы коучинга у вас будут в на сайте на вашем личном кабинете сохраните имя пароль будете туда заходить вот курс стоит у нас помните тот же так точно так же проскочу 22 тысячи рублей сегодня цена 20 тысяч решите приходите будем работать в прямом эфире нет возможности с по субботам вот так заниматься все видеозаписи можете пройти ну и скидки тем кто больше одного курса берет вот и все дипломы получите используйте не только для того чтобы на стенку повешать ну и для того чтобы повесить чтобы зачесть в счет часов повышение квалификации вот наше расписание на все субботы давайте ребят сегодня завершать марафон спасибо что столько времени провели сегодня со мной с нашим курсом я жду вас в среду обязательно приходите на вебинар к марине хатунцевой увидите как преподает юрист есть печи бывший бывший но это даже нам на руки потому что юрист который еще работает есть печи он немножко ограничен в свободе того что он может говорить и что не может говорить но это всегда так корпоративный человек корпоративно когда он свободный он говорит намного свободнее что еще не сказал бонусы это все я уже вам говорил книги ребят если у вас еще вопросы если вопросов нет мы заканчиваем собираем файлы видеозаписи этого курса и вам присылаем в чаты чтобы возможно вы еще раз пересмотрели эти записи либо поделились с коллегой так какая наталья какая последняя эффективная стадия далее это зависит от того какой процесс вы проходите гпк упк в какой вообще стране вы находитесь если по россии то рф да но это вторая кассация это верх ну скорее всего это верховный суд до конституционная инстанция верховного суда но вам принципе должно было приходить так сейчас я напишу у нас есть табличка от европейского суда и чар навигатор . ru слэш подчеркивает этот палочка time это как раз табличка ее можно скачать на свой компьютер ну или просто на сайте посмотреть там как раз показывается те решения европейского суда которые устанавливают вот это вот что является последней эффективной так называемой нифига на конечно не эффективная была бы эффективной европейской судьбы не ходили но вот с точки зрения европейского суда такая процессуальная эффективность она эффективность в принципе значит что значит что есть четкие сроки подачи жалобы в эту инстанцию есть сроки рассмотрения этой жалобы в этой инстанции и это жалоба будет автоматически после подачи рассмотрена но если вы соблюдали все правила вот тогда европейский суд признает эффективный эффективно здесь от слова есть срок и она будет рассмотрена но не от слова она будет эта инстанция обязательно пересмотрит ваше дело и перевернет там его решение нет не в этом смысле если захотите отзыв нам оставить то делайте это по с этой ссылке все ребят вот наши контакты пожалуйста связывайтесь как желаете возможным вот телефон любой мессенджер к нему подключен пожалуйста пишите задавайте вопросы вдруг появится еще я жду от вас ваше решение прохождение курса сегодня до 12 часов ночи по москве всего вам хорошего до среды ну или до звонка там до письма все нажимаю кнопочку закончить встречу всем пока